всем привет привет мои дорогие любимые добро пожаловать на мой канал diamond dream меня зовут марина кто не знаком со мной сегодня хочу сделать расклад по вариантам на тему будет ли встреча нужна ли вам эта встреча каковы шансы на то что она все-таки состоится и будет пять вариантов 1 2 3 4 5 зеленое белое синий желтое красное сердечко выбирайте по цвету который вам нравится задумывайте человека и свою ситуацию это может быть конечно встреча любовного характера или может быть вы наметили встречу с каким-то человеком по другим делам и вопросам тоже подойдет этот расклад для вас определяйтесь пожалуйста и будем начинать первый вариант сигнификация отношений с этим человеком на данный момент нужна ли вам эта встреча нужна ли эта встреча ему и результат вероятность этой встречи на вероятность и результат сигнификация отношений второй вариант нужна ли вам эта встреча нужна ли эта встреча человеку которого вы задумали, и, соответственно, вероятность встречи и ее итог. Третий вариант – сигнификация ваших отношений с этим человеком, больше отношений его к вам даже, да и ваших отношений. Нужна ли эта встреча вам? Нужна ли эта встреча ему? Какова вероятность встречи и ее итоги вероятные? Четвертый вариант – сигнификация отношений. Нужна ли вам эта встреча? Нужна ли эта встреча этому человеку? И, наконец, вероятность ее и итог. Пятый вариант. Сигнификация отношений. Нужна ли вам эта встреча? Нужна ли эта встреча ему? Вероятность встречи и итог. Надеюсь, вы определились с вашим вариантом. Если нужно еще время, ставьте видео на ползу, а мы будем начинать. Так, вариант номер один. Сигнификация ваших отношений. Здесь отношения достаточно непростые. Здесь может быть недовольство ваше или того человека тем, что происходит между вами. Может быть, ревность, может быть, вообще конфликт любого характера. А еще здесь речь идет о том, что вы оба люди такие, достаточно острых реакций, можете быть вспыльчивыми. Вы, тот человек или вы оба, легко можете войти в конфликт. Вот так показывают ваши отношения. То есть здесь неспокойно. Нельзя сказать, что это гармоничные, спокойные отношения, в которых нет проблем. Проблемы есть. Именно вот в таких энергиях, как я вам описала. Нужна ли вам эта встреча? Вам да. Вам эта встреча нужна, если это встреча любовного характера с мужчиной, с которым вы в отношениях, то вам эта встреча нужна для того, чтобы увидеть, вообще мужчина собирается на какие-то серьезные действия, решения, поступки. Император он, орел или воробушек. Вот для этого вам нужна эта встреча. Для осознания, кто этот человек, насколько серьезны его намерения. Если это какая-то деловая встреча, то тоже вам эта встреча нужна. В принципе, для тех же целей понять вообще серьезность этого человека, намерения его и готов ли он решать те вопросы, которые вам необходимо решать. Вам да, нужна встреча. Нужна ли эта встреча ему? Ему да. Девочки, очень хорошо, если вы задумали человека, с которым вы в любовных отношениях, потому что здесь прямо вот идут либо партнерские взаимоотношения с этим человеком, не всегда простые, потому что могут на кочке на всевозможное натыкаться. Но отношения у вас друг к другу, безусловно, очень хорошие, мягко говоря. Если это любовные отношения, то здесь, ну, прям очень эмоционально насыщенные отношения, и ему, конечно, эта встреча нужна. И в первую очередь, если вы говорите о любовных отношениях, ему эта встреча нужна, потому что у него есть чувства, он хочет ощутить вашу близость, вас поцеловать, обнять, заняться с вами любовью, вот такие вещи. Провести хорошо с вами время. Если это деловой партнер или человек вообще по отвлеченной какой-то теме, то да, встреча ему нужна, ему всегда приятно общение с вами, несмотря на то, что вы оба обладаете вот такими энергиями по вашей сигнификации. Да, человеку тоже нужна эта встреча. И если это ваш возлюбленный человек, с которым вы в отношениях, то несмотря на конфликты, недоразумения, ревность, подозрения, напряженности, тем не менее, вам обоим эта встреча очень нужна. Какова вероятность этой встречи? И, соответственно, итог. Я вам так скажу, здесь многое зависит от вас. Если вы действительно этой встречи хотите, то она состоится. Да, здесь больше идет как ваше желание. Мужчина в любом случае на эту встречу попадет, придет, организует ее или еще что-то, потому что он очень ее хочет. Мужчина даже больше, чем вы, хочет этой встречи. И, соответственно, если вы захотите, то вы эту встречу позволите в своей жизни произойти. И вы получите, конечно, от этого свои прянички, свои подарки. То есть она вам показана, эта встреча, и она, безусловно, может состояться. Но ваша роль в этом велика. Второй вариант. Сигнификация ваших отношений. Сложные отношения. Противоречия, выяснения. Тут чуть ли не драки какие-то словесные или нет. Но, в общем, сложные. Сложные. Проблем много. Кочек здесь много. Вот у нас первый вариант был, я вам говорила. На некоторые кочки вы там натыкаете. Здесь они сплошь и рядом. Здесь, может быть, ничего-ничего. Потом вдруг, бах, эта проблема возникает во взаимодействиях с этим человеком в общении. И, в общем, непонятно, что дальше. Как эту проблему решать и куда двигаться. Здесь, может быть, ваш оппонент упрямым. Ваш партнер. Незговорчивым. Очень таким гонористом. Норовистым. Да и вы можете обладать такими качествами. Так что здесь далеко не неровные отношения. Нужна ли эта встреча вам? Вы, на самом деле, об этой встрече думаете. Очень многие из вас могут о ней или мечтать, или просто планировать. Но это какие-то планы полуиллюзорные. Может быть, вы и хотите, и нет, с другой стороны. Или же вы думаете о том, что всё это бла-бла-бла и никакой встречи не будет. Не совсем верите в реальность, реалистичность происходящего. И то, что эта встреча действительно может состояться. Так что, ну как-то так. Вообще, по идее, неплохо было бы, если бы она состоялась. Но что-то у вас, какое-то недоверие здесь есть. Или, может быть, даже какие-то страхи, опасения. Подсознательные. Может быть, если едете на встречу к своему любимому, думаете. Может, я какие-то иллюзии по поводу него питаю. Или, может, я недостаточно хорошо выгляжу. Где-то там у меня целлюлит на бёдрах. Или ещё что-то. Вот такие у вас могут быть мысли. Но отбрасывайте эти мысли в сторону. Помните о том, что мужчины целлюлит, как таковой, не замечают. Это женщины на нём концентрируют внимание. Извините за такой грубый каламбур. Но это было образно. Нужна ли эта встреча ему? Да, ему нужна. Он прям готовится к этой встрече. Он сел бы сейчас в эту колесницу и покатил бы на эту встречу. Ветер в лицо. Развивается шарф, посмотрите. Так что да, здесь очень-очень большое желание ехать навстречу к вам. Да, что есть, то есть. А какова вероятность того, что встреча состоится? А, ну вот смотрите, этот вариант очень хорошо подойдёт, если вы смотрите на человека, с которым у вас интернет-отношения. Вы не совсем его хорошо знаете, поэтому иллюзии питаете определённые. Или расстояние вас разделяет, и вы уже немножко подзабыли, что это за человек. И многие вещи не видите объективно. Может ли состояться эта встреча? Однозначно. Но знаете, что энергии встречи идут такие горячие. Если это любовная встреча, здесь может быть очень-очень горячий сайт. Здесь могут быть такие прям, ох, какие вещи интересные на этой встрече. Но она же может вас повергнуть в зависимость от этого человека. Вот тут этого остерегайтесь, оберегайтесь, чтобы не впасть в эмоционально-физическую, психологическую зависимость от этого человека, с которым вы встретитесь. Если это деловая встреча, если это человек, с которым вам надо встретиться для решения каких-либо вопросов по работе, или ещё каких-то, будьте осторожны, потому что может быть некий подвох со стороны этого господина или госпожи. Какая-то может быть нотка или обмана, или манипуляция, или в чём-то нечестности. Так что держите ухо востром. Третий вариант. Сигнификация ваших отношений. Король Пентаклия. Но здесь сам по себе мужчина может быть представителем земной стихии, асцендент в земном знаке, или же проявлять энергию земного человека. То есть он такой благоразумный, никуда не спешащий, очень материалистичный, расчётливый, во многих случаях ещё такой жадноватый или прям конкретно жадный собственник, ревнивец, безусловно. И больше здесь показали именно того человека, с которым вы встречаетесь. Если это мужчина, то, соответственно, такой мужчина. Если это женщина, то она тоже может проявлять такие энергии. Но взаимоотношения между вами, скорее всего, уже такого устоявшегося, серьёзного характера, даже если это просто любовный роман, вы всё равно чувствуете уже себя такими прям партнёрами. Если это ваш деловой партнёр, значит нормальные деловые отношения. Нужна ли эта встреча вам? Она нужна вам, да, но вы немножко волнуетесь по поводу этой встречи. У вас есть неуверенность в себе, в своих, возможно, силах, в силе своей харизмы, своего обаяния, своего ума и всего остального. У вас есть сомнения, вы себя чувствуете с трепетом, как вот ребёнок перед экзаменом. Что-то в этом плане, некое такое напряжение у вас есть. Но вообще встреча вам нужна, а ему нужна встреча. Это тайна, покрытая мраком, не хочется говорить, мраком за семью замками. Наоборот, туманом покрытая тайна, вот так. Это тайна, на самом деле. Для него самого он не совсем уверен, нужна ли ему эта встреча. Вы тоже вроде как хотите, но что-то не совсем уверены. А к тому же здесь есть какие-то тайные вещи, которые могут или препятствовать этой встрече, или же тайные обстоятельства, которые выяснятся тогда, когда вы встретитесь. Ну уж не знаю, какого характера. Ну, допустим, вы хотите встретиться с мужчиной, и на встрече окажется, что он там женат, к примеру, или у него какая-то тайна есть. Или есть какие-то тайные обстоятельства, о которых вы не знаете, и они могут вас препятствовать в вашей встрече, или же что-то, что-то как-то вас удивит на этой встрече. Вот так. Ему она, я сказала бы, нужна, но есть вот эти вот нюансики. Какова вероятность того, что встреча состоится, если мужчина захочет? Здесь вот больше идёт мужская энергетика. А мужчина пока как-то непонятно, он по-настоящему хочет этой встречи или нет. Вот если ваш оппонент, мужчина, женщина, ну тут как мужская энергия идёт, поскольку целевая аудитория всё же расклада вторую, это больше женщины, поэтому я говорю такими категориями, да, но вы можете переносить на половую принадлежность свою этот расклад. Соответственно, здесь может быть как мужчина, так и женщина. Некий мужчина может повлиять на то, состоится ваша встреча или нет, а также решение самого мужчины, состоится встреча или нет, а это пока не ясно. Здесь ещё ответа чёткого «да», «нет». Четвёртый вариант. Отношение этого человека к вам. Ну тут дело в том, что выходит справедливость. Это может быть человек, с которым вы связаны браком или серьёзными отношениями, надеждами на брак. Здесь может быть мужчина, а не свободный, поэтому арканы запросто. Поскольку расклад смотрит большое количество людей, я вам озвучиваю эти варианты, которые могут быть. Это такая карта. В общем, человека несвободного или людей. Может быть, вы в отношениях находитесь, и это является соответственно. Конечно, проблемы, безусловно. Если вы оба свободны, то здесь говорится о глубине отношения друг к другу. Да даже если и не свободны отношения друг к другу, у вас серьёзно. И вас вообще свели небеса, а не просто так. Если это любовные отношения, то здесь предначертанная небесами история. Вот эта встреча, она не просто так была. Если это ваш деловой партнёр, то, значит, тоже не зря у вас возникли деловые отношения. Вас сама жизнь к этому привела. Так должно было быть. С этим человеком можно действительно решать какие-то вопросы, документы, сделки и так далее. Нужна ли эта встреча вам? Да, вам нужна. Кстати, если вы задумали любовные отношения, да, конечно, нужна. Потому что вы понимаете, что после этой встречи может быть дан старт чему-то интересному, развитию между вами. Если это человек ваш деловой партнёр по работе, по каким-то денежным делам и другим, то тоже, да. Безусловно, у вас есть определённые надежды на то, что это позитивным образом в дальнейшем повлияет на ситуацию между вами. Ему нужна эта встреча? Да, нужна. Но знаете, что здесь такой человек, он не спешит с выводами, не спешит с решениями. Он весьма материалистичных энергий, приземлённых, очень таких жадных. Вот у нас такой жадюга мог быть по третьему варианту, но здесь тоже такой человек. Очень по энергиям сдержанный. А здесь прежде чем оказать поддержку, кому-то там денег дать или в проект какой-то вложиться, он миллион раз подумает. То же самое он делает и в отношении вашей встречи. Он ещё думает здесь, он пока ещё думает, а выгодно ли ему это, а нужно ли ему это действительно. Даже если это ваш любовный партнёр, вы с ним в отношениях, вот что-то здесь мужчина, может какие-то вопросы своей денежного характера решает. Или же если поездка связана с тратой денег, он тут деньги зажимает, прижимает. Как-то вот ему жалко денег потратить на эту поездку. Ну такой жадюшка у нас здесь есть. Такие нюансики есть. Что-то здесь с деньгами связано. Мало того, что он сам по себе такой человек, не принимает быстро решений. Плюс ещё денежки, денежки, что-то как-то ему не хочется расчехляться на денежку. Вот такая ситуация. Какова вероятность того, что вы встретитесь? Вероятность высокая. И на этой встрече кто-то кому-то окажет или услугу, или же даст большое количество своего ресурса. На этой встрече имейте в виду, что может быть перевес в том плане, что один будет отдающим, а другой принимающим. Не хочу говорить донор и вампир. Ну вот что-то в этом плане. Смотрите, если это действительно вам нужно и вам нужно от этого человека что-то получить, будь то деньги или любовь, эмоции, секс или какие-то ещё там плюшки, то вы можете. Здесь есть такая вероятность, что он вам действительно их даст. Но имейте в виду, что и вас он тоже может потрясти на какой-то определённый ресурс. Так что смотрите, отдавать ли всё или не стоит. Пятый вариант. Сигнификация ваших отношений. Десятка пентаклей. Ну здесь может быть ваш муж, чей-то муж. Это аркан семьи. Или же человек, с которым вы хотели бы построить серьёзные отношения. Также может быть ваш родственник или человек, с которым у вас материальные взаимоотношения. Вот такие варианты по этой карте. Основные. Конечно, может быть какой-то и другой вариант. Но это карта прям семьи. То есть здесь либо надежда на то, что вы можете с этим человеком построить что-то серьёзное. Либо это семейная история вас, его или ещё кого-то. Родственные связи тоже могут быть. Нужна ли... Ну вообще это хорошая карта. Вы цените друг друга. Вы имеете большое значение друг для друга. Нужна ли эта встреча вам, король Жизлоб? Да, конечно, нужно. Если это мужчина, если это любовные отношения, то тем более. Вы хотите от него активности, действия, страсти. Огня вам нужна. Да. И у вас есть надежда, что мужчине тоже нужна. Если это ваш деловой партнёр, то в любом случае, да, вам эта встреча нужна. Потому что на этой встрече могут решиться какие-то важные для вас вопросы. Да. Ему нужна эта встреча. Да, и даже очень. Он с удовольствием с вами встретится. Если мужчина и любовные отношения, то он очень-очень-очень прям как ребёнок. Хочет какую-то там то, чего он хочет. У него желание возникло. Вот хочу это, да. И всё. И ни о чём больше другом думать не может. Вот здесь и сейчас прям подайте мне это. Вот этого он хочет. И в первую очередь он хочет эмоции от вас. Эмоции, любви, нежности. Вот этого хочет. Если это деловой партнёр, да, у него есть искреннее и открытое желание с вами встретиться. Никакого подвоха здесь не вижу. Всё хорошо. Да. Какова вероятность того, что эта встреча всё-таки состоится и итоги, так сказать. Или затягивается этот момент. Или же встреча может состояться, но несмотря на надежды получить какие-то эмоции особого порядка, здесь можно в чём-то и разочароваться. Что-то может не понравиться. Или же кто-то из вас в последний момент может отказаться от встречи, перенести её на другое время. Здесь ситуация такая. Не могу сказать, что вижу прям вау-эффект после этой встречи. Могут быть надежды на одно, а получить несколько другое можно. Или же может быть с оттягиванием по времени результаты, которые вы хотели бы от этой встречи получить. Шанс здесь есть, но вот такие нюансы, как я вам сказала, они здесь присутствуют. Такой у нас сегодня получился расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что были со мной. Сегодня буду благодарна вам за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Всех целую, нежно обнимаю, желаю всем счастья, любви и добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.